МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая программа о глобальной сети в отдельно взятом регионе. С вами программа Альтернатива. И я, Василий Морозов, приветствуем. В ближайшие минуты все, что касается телекома, IT и интернета Алтайского края. Конкурс по инстаграму фото заводов. QR-коды на меде. Это и другое в обзоре событий IT-сферы. В Рубцовске найден аналог Гугла, в котором информацию ищет не машина, а человек. Нужные данные могут искаться до трех дней. Что это и зачем? В рубрике пробел. А также в обзоре благосферы. Газета в Сардельке, конец потопа, образцово-показательная урбанистика из Кулунды. И сразу обзор самых важных IT-событий недели по версии нашей программы. Цифровой мир на контроле. Инстаграм в промышленных масштабах. Стартовал конкурс на лучшую мобильную фотографию инновационных производств. Любой, кто пользуется сервисом Инстаграм, может сфотографировать какое-либо производство. Здание инновационного завода, оборудование или что угодно, относящееся, на ваш взгляд, к высоким технологиям. Приписать к этому хэштег инрегрус и ждать лайков. Чем больше, тем лучше. За победу главный приз – участие в мастер-классе от одного из первых работников компании Apple, специалиста по стартапам Гая Кавасаки. Неплохо за одну-то фоточку. Пожалуй, самый продвинутый мед. Алтайские пчеловоды стали наносить на свою продукцию QR-коды. Это нужно, чтобы покупатель смог узнать исчерпывающую информацию о медовом продукте и тем самым не купить что-то совсем уж некачественное. Прочитав QR-код с помощью смартфона, вы можете, допустим, узнать производителя, кто проводил контроль и анализ меда. В Ассоциации переработчиков пчелопродукции говорят, в России таким образом мед еще никто не защищает. Это пока у нас пилотный проект. Смысл заключается в том, чтобы проследить родословную любого меда, то есть от пасеки до потребителя. Через перекупщиков, через магазины, через рынки. Выйти на сайт производителя, посмотреть, какие травы растут, в каких условиях мед качается. Если вдруг у вас есть какой-либо сайт и до сих пор вы на нем не зарабатываете, то можете научиться, как это делать. Интернет-агентство Митро проведет бесплатный семинар на соответствующую тему. Что нужно сделать, чтобы сайт приносил прибыль, а не только был вашим интернет-лицом? Стоит ли рисовать мега-дорогой дизайн и в каком месте страницы располагать информацию? Обещают рассказать обо всем, что заманчиво, участие бесплатное. Сам же семинар состоится через неделю, 29 августа. Запомните. Подробнее по адресу mitro.ru Слэш семинар. Если же продажи, маркетинг, сайты и прочие серьезные вещи это все не про вас, то тогда, возможно, есть смысл потягаться с другими такими же в знаменитом шутере Quake Life. Кубок Сибири по игре пройдет в Барнауле. Призовой фонд таков. 5000 рублей за победу, за второе место три, за третье две. Проводит это все Барнаульский информационно-развлекательный центр «Компас». Ну и напоследок, не новость даже, а так, реплика от ведущего. Сообщается, что с сентября одна из библиотек Барнаула начнет проводить виртуальные путешествия по городу. Рассказ об улицах, в честь кого они названы и так далее. Технологично? Для библиотеки просто похвально. Я позвонил в библиотеку и там сказали, это всего лишь рассказ про улицы, но, цитирую, мультимедийный с использованием новых технологий. Технологии, как выяснилось, заключаются в презентациях в Powerpoint и показе нескольких видеороликов. Хочу обратиться к работникам библиотек, если нас сейчас кто-то смотрит. Друзья, это не виртуальное путешествие, а Powerpoint не есть новые технологии. Впрочем, с чего-то же надо начинать. А теперь традиционный мониторинг пресс-релизов телеком-компаний. Мегафон объявил о снижении цен на свое оборудование. Так, Wi-Fi роутер подешевел на 2000. 3G-модем теперь стоит 900 рублей. Ростелеком стал бесплатно подключать пакет о ждителе каналов в интерактивном телевидении. Срок акции – один месяц. Билайнс вернул свою программу в бонус за стаж. Вместо нее теперь можно получать бесплатные рубли за каждое пополнение баланса телефона. МТС предложил абонентам месяц бесплатного мобильного интернета при подключении или переходе на ряд тарифов. ТТК запустил новую тарифную линейку для жителей Алтайского края. Например, скорость в 2 мегабита в секунду обойдется в 350 рублей. Еще больше новостей о IT и телеком-сфере нашего региона в следующих программах. Ну а сейчас главной теме сегодняшнего выпуска. Мы сегодня уже вскользь коснулись темы библиотек и их новых технологий. Продолжим об этом же, тем более повод просто-таки чудесный. Знаете ли вы, что в Рубцовске существует свой оффлайновый Яндекс? Ну или Гугл, как угодно. Это поисковый сервис, только вот поиск по источникам за вас выполняют не электронные алгоритмы, а вполне себе живые люди. Система обрабатывает всего 2 запроса в день, и поиск информации занимает от 1 до 3 дней. И несмотря вот на это все, сервис пользуется бешеной популярностью. В эти дни проект «Спроси об Алтае» Рубцовской городской библиотеки отмечает пятилетие. О том, почему он до сих пор существует, и кто им пользуется, далее и узнаем. Поисковые системы вроде Яндекса или Гугла выдают ответ по запросу примерно через секунду, или даже меньше. Поисковый онлайн-сервис Рубцовской городской библиотеки ставит сроки от 1 до 3 дней. В интернет-поисковики можно вбивать неограниченное число запросов и, соответственно, получать ответы. Онлайн-поисковик Рубцовской библиотеки обрабатывает в день 2 запроса, и не единым больше. Мы почему вынуждены были поставить ограничения? Потому что у нас работают всего 2 сотрудника, 2 библиографа отвечают на вопросы в этой справочной службе. Хватит плести интриги. Поисковая система «Спроси об Алтае» это действительно редчайшее и достойное помещение в музей-явление, когда скрестились современные технологии и архаичное библиотечное дело. Только вот биографию Стива Джобса или курсы валют там не ищут. Направленность исключительно краеведческая. Допустим, вы интересуетесь селом Новокытманово. Ну, вдруг. Вбиваете соответствующий вопрос в форму и ждете. На том конце интернета библиотекарь начинает искать историю нужного вам села. Не в Яндексе нет, а в книгах. А если надо, то и звонит в самого Новокытманово. Цифика – это как раз наша справочная служба в том и заключается, что мы предоставляем именно ту информацию, которую не всегда можно найти в интернете, которая спрятана где-то вот в тех же книгах наших, которые изданы именно на Алтае, либо в каком-то селе, либо хранятся в музее какого-то там отдаленного села, либо даже бывает школьный какой-то музей. То есть эти организации, они не выставляют свою информацию в интернете, как правило. Как говорят библиотекари, за пять лет сервис обработал более двух тысяч вопросов. Так что в таком аналоговом варианте Яндекса потребность есть. И если разобраться, это даже не удивляет. Все-таки попробуйте найти в цифровом виде, скажем, шукшинскую энциклопедию. Большая часть вопросов сейчас именно поступает в истории тех сел, где родились предки людей, живущих, например, даже за границей, где-то там в других республиках СНГ, из других континентов даже задают вопросы, потому что разъезжаются наши жители Алтайского края в разные места. Скажете, что лучше бы книги взяли и оцифровали. Может и так, но пока рубцовский аналоговый Google – единственная возможность из дома овладеть библиотечной информацией. Кстати, за сегодня пока не задано ни одного вопроса. Вы еще можете успеть. Ну а теперь традиционный обзор мнений интернет-деятелей и интересных реплик, прозвучавших в алтайской благосфере. В Бийский.ру пишут о том, что уровень воды в реке Бии больше не поднимается. Затопление, конечно, есть, но катастрофы, похоже, не будет. О чем пишут в Сардельках? Барнаул-ФМ нашел внутри популярных ныне Сарделек кусочек газеты. Автор предположил, что таким образом производители просвещают едоков. Но в Роспотребнадзор все же сообщил. Блог «Мысли Диба» отмечает неплохой уровень благоустройства улиц и зданий в селе Кулунда. Порядок действительно есть. Другим селам есть чему поучиться. Губернатор края Александр Карлин в своем блоге рассказывает об ориентации нескольких предприятий региона на производство детского питания. Направление достойное. Блогер Канатникова пишет о том, как библиотекари одного из сел Усть-Калманского района привлекают читателей. Помимо прочего, проводят мастер-классы. Ора Свет заметила приступы головной боли после просмотра фильмов в 3D. Оказывается, такое кино действительно может сказываться на здоровье некоторых людей. Супамен публикует подробный отчет о благотворительном марафоне для детей с ограниченными возможностями в Краснощоковском районе. Автор говорит, денег собрали не так много, но мероприятием дети остались довольны. Ну а напоследок, как водится, насладимся прекрасным видео. Барнаульские креативщики сняли трейлер к набору открыток. На карточках будут красивые виды столицы края, а в ролике, за что создателей можно только похвалить, не фото под музыку, как могло быть, а таймлэпс зарисовки. Идея, считаю, крайне удачная. Учитесь, фотографы! Это была «Альтернатива» первая еженедельная программа о цифровых технологиях в жизни человека и о людях в цифровой сфере. Счастливо и не будьте нулем в мире нулей и единиц! «Альтернатива» первая еженедельная программа о цифровой сфере. «Альтернатива» первая еженедельная программа о цифровой сфере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok